Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, сегодняшнее мое обращение в первую очередь адресовано нашим российским субыководам-кинологам, потому что назрела масса вопросов и проблем, которые нужно обсудить и довести до вашего, наверное, сведения, чтобы вы были в курсе в теме того, что происходит на сегодняшний день в нашей Федерации. На сегодняшний день Российская Кинологическая Федерация столкнулась с такой ситуацией, что работа президиума, которая прошла 14.02.2015-2017 года, пролизовала работу всей организации. Присланы протоколы президиума, они соответствуют действительности. То, что президиум в неполном составе изменил повестку дня, что недопустимо по законодательству, также не дает возможности, дальше принятое решение реализовать. Фактически это нарушение гласности и открытости. Это основные принципы, которым должна следовать организация. Направлены были членам президиума и непосредственно секретарю президиума проекты протоколов заседания и исправления к ним. Юридический отдел РКИП не согласился с той редакцией, которая была прислана. На сегодняшний день существует еще одна проблема. Дозвониться невозможно. Члены президиума, ну в частности, я сама непосредственно пыталась связаться с Белкиным, не смогла это сделать. Также с другими членами президиума. Фактически Александр Иванович, скажем так, просто-напросто этот президиум мы вынуждены признать незаконным, нелегитимным. В продолжение того, что было сказано здесь, я хочу добавить, что, к сожалению, действительно противостояние выразилось в открытом саботаже. И именно поэтому одна из федераций, крупнейшая федерация, входящая в состав РКФ, это Российская федерация любительского собаководства, была вынуждена по требованию своей ревизионной комиссии сегодня собрать срочную, внеочередную конференцию, поскольку результаты работы РКФ оказались таковыми, что ждать нам было невозможно. И, учитывая то, что президиум должен быть работоспособным, мобильным, было принято решение сократить количество членов президиума до 7 человек, для того, чтобы этот орган был работоспособен и, скажем так, максимально доступен и удобен для работы. Этот президиум сможет решить те проблемы, те вопросы, которые на сегодня волнуют собаководов. В последнее время мы получаем очень много жалоб от наших собаководов, от кинологов, от тех людей, которым мы благодарны за то, что происходит в жизни российской кинологии. Я столкнулся с тем, что некоторые члены нашего президиума бойкотируют эту работу, не хотят, мешают, не принимают в ней участия, потому что то, что происходит сейчас в офисе, идет вразрез с их интересами. Мы отстранили от работы весь президиум РФЛС, потому что они не работали, назначили, выбрали новый и вместо 14 человек 7. Федерация РФЛС продолжает свою деятельность под руководством законного избранного нового президиума в количестве 7 человек. Я вам зачитаю состав. Уважаемые друзья, я просто зачитаю. Накануне группа провокаторов распространила ложные сведения о ситуации в РФЛС. Повторяю, их информация является ложной. Она направлена на подрыв деятельности в целом деятельности РКФ. Достоверной является лишь та информация, которая публикуется на официальном сайте нашей Федерации. Рад, что вы с нами. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что у нас впереди еще очень много интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok